Обход Мамайки начали с улицы Крымской. Это самое начало микрорайона и одна из улиц, ведущая прямиком к набережной и городским пляжам. Поэтому Крымская, как лицо Мамайки, должна быть чистой и ухоженной. И здесь должны постараться в том числе управляющие компании. Следить за чистотой придомовых территорий и зелеными насаждениями. В некоторых местах траву надо посеять, в других подрезать буйную растительность. За ними же надо ухаживать, сделать обрезку красиво. Здесь это все высажено. Это огромные деньги. Вам только содержать надо. Немало замечаний заммэра Олег Юсюк, курирующий в городе туризм и торговлю, адресовал руководителям магазинов. Чисто и опрятно должно быть и внутри объектов, и снаружи. Так, например, возле этих двух магазинов мусор почему-то никто не убирает. Хотя это задача владельцев торговых точек – следить за 10-метровой, прилегающей к объекту зоной. Таковы правила благоустройства. Но, кажется, продавец об этом даже не слышала. Берите веники и убирайте. Я говорю, берите, это не наши дорожные, это наш город. В нашем городе все участвуют в том, чтобы мы жили хорошо. 10 метров по постановлению – это прилегающая территория. Далее комиссия прошла по набережной реки Псахе. Ее постепенно приводят в порядок. Красят и стригут газоны. Картину портит только мусор и, например, вот такие порванные рекламные баннеры. Их нужно срочно убрать, поручил Олег Ясюк. Проверить и убрать нужно и незаконно установленные на морской набережной торговые ларьки на пляже санатория Ставрополье. Надо всех проверить, откуда идти граждане. Они же здесь находятся. Возможно, безопасность нарушается и так далее. А вот к муниципальным пляжам значительных замечаний у комиссии не было. Большинство городских пляжей хорошо подготовились к сезону. Например, фазотрон и ласточка. Здесь установили красивые лежаки и зонтики. Появилась даже зона отдыха для детей. Очень хорошо. Все уютно, чисто. Как бы люди хорошие. Ну и так, ни мусора, ничего. Очень понравилось, да. Хорошо. За чистотой прибрежной зоны, говорят руководители пляжей, следят ежедневно. На высоком уровне организована и безопасность купания. Сложилась хорошая команда, которая работает на пляжных территориях, понимает, что это бизнес, понимает условия. Это не самое главное поставить больше торговли, заработать в один сезон. А это, первое, это безопасность. И второе, это благоустройство и гостеприимство на этом пляже. Всего в Сочи 164 пляжа. 78 из них муниципальные. Пока значительных замечаний к ориентаторам прибрежных зон отдыха нет. Но в прошлом году сразу с пятью арендаторами были расторгнуты договоры из-за плохой организации работы. Поэтому в этом списке может оказаться каждый, напомнил Олег Ясюк. Так что за летний сезон комиссия на пляже Мамайки придет еще не раз.